Воздушные шары, песни, радостные лица. В Благодарном новоселье отпраздновали сразу 9 семей. Заветные ключи от новых квартир получили переселенцы из ветхого аварийного жилья. На праздники побывала и наша съемочная группа. Проблема жилья для более 30 благодарнинцев разрешилась благодаря второму этапу программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Он был рассчитан на 2014-2015 годы. Переселенцы получили двухкомнатные квартиры в новых домах. Площадь каждой не меньше 44 квадратных метров. Средняя стоимость – 1,5 млн рублей. Нина Бухтоярова из числа счастливых обладателей ключей. 30 лет Нина Александровна прожила в бараке. Было время, когда отапливали помещение соломой, вспоминает ветеран труда Ставропольского края. То ли дело эта квартира – светлые комнаты, раздельный санузел, индивидуальное отопление. Я сейчас так рада. Благодарю всех, что я получила. Я довольна. Вот квартирую, всем довольна. Я хоть поживу. 79 лет прожила, хочу еще 79. Жалко. Квартиру отдавать кому-то. Не буду умирать. Программа по переселению граждан реализуется в крае в пять этапов. В рамках второго запланировано переселить чуть меньше 800 человек из 356 аварийных помещений. Более того, уже приступили и к третьему этапу. Мы в 15-м уже начали третий этап. Программа завершится в 2017 году. 3 777 жителей мы переселили, должны расселить 196 аварийных домов. Более полутора тысяч квартир. Большая программа. На одном из селекторных совещаний, вот мы с фондом когда общались, было совершенно четко заявлено, что президент сказал, что эта программа будет финансироваться до ее окончания в полном объеме. И пока нынешние новоселы обживаются, в других районах строятся новые дома. А это значит, радость придет еще не в одну сотню ставропольских семей. Татьяна Шевцова, Антон Багринцев. Благодарненский район. Специально для Ставропольского телевидения.